Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, с вами Лео, вы на канале Hellscream Academy. Сегодня мы с вами делаем большой обзор на видос с анализом вокала Марка Хейтала, бывшего вокалиста группы Nightwish, нынешнего вокалиста такой, знаете, пассивной группы Tarrot и еще огромного количества других проектов. И вот это вот, знаете, типа из разряда всю жизнь мечтал, а сегодня прям повод аж есть так сделать. Ну, типа, почему, собственно, и нет. Рассматривать мы с вами будем все возможные записи, которые я смог найти в открытом доступе. Возможно, есть какие-то архивные, которых мы с вами никогда не видели и вряд ли увидим, которые там какие-то домашние демки и прочее. Но то, что есть в интернете, мы с вами обязательно рассмотрим, потому что здесь есть о чем поговорить и с точки зрения звукообразования, самой техники вокала, того, как техника менялась, где проседала, где набирала вновь обороты, как делать стоит, как делать не стоит, еще и психологическую составляющую, за которой многие-многие годы люди наблюдали. Сегодня мы все это дело с вами постараемся рассмотреть и немножко в этом разобраться. Марка относится к одному из тех людей, которые, знаете, если ты показываешь это видео, как Марка поет какому-то человеку на улице, он может сказать, что да, этот человек, судя по всему, занимается вокалом долго, очень талантливый вокалист, но, наверное, где-то год. Он как раз относится к тем самым людям, которые занимаются всю свою жизнь, и в данный момент он не то чтобы поет всю жизнь, а прям чуть ли не с пеленок, потому что петь он начал, насколько я понял, то ли в 10, то ли в 11 лет, сразу же после того, как начал играть на гитаре, потому что хотелось. И в нем, естественно, сразу же родители, сверстники и его брат старший, Закарик, который, да, кстати, очень клевый мужик, мы с ним одно время на фейсбуке переписывались, он вообще абсолютно нормально идет на контакт, не знаю, как-то вот, ну, как бы легко общение строилось, просто всякие разные музыкальные темы обсуждали, вот. И, соответственно, влияние старшего брата потянуло младшего, то бишь Марка за собой играть всякий рок-металл, они там начинали играли панкух какую-то, но записи, наверное, если какие-нибудь есть, то это прям лютейшее шакальное качество, которое мы ничего не услышим и ничего не поймем. Поэтому я думаю, что стоит начать с самой первой записи, которая такая, знаете, публичная, это одни из первых записей группы Тарат, где мы, собственно, видим Марка с таким непривычным для нас огромным подбородком, треугольным таким, да, и начесом, хотя все привыкли его видеть с бородой и с прямыми волосами. Самый главный момент в том, что сразу же, вот как вот он появляется в памяти у людей, слушающих музыку, то это очень мощный и такой плотный вокал. То есть если мы сразу вам... Первую фразу, которую я вам сейчас включу, да, это, по-моему, 85-й или 86-й год, да, вы сразу услышите огромный такой раскрытый звук, причем это миксовый звук с огромным количеством грудного призвука. Он занимался с преподавателем, причем очень долго занимался с преподавателем, и там в одном из интервью это преподавательство тоже показывали. И, судя по всему, очень хорошо занимались с ним непосредственно не только, вот знаете, когда бывает, типа, самородок сам поет, и типа, ништяк. Ему реально выставляли нормально и резонирование, и опору, и самое главное, позиционирование звука, потому что прям в первой же записи мы слышим с вами то, о чем я все время говорю. Это, знаете, вот я часто хвалю, да, людей, но никто на это внимание не обращает. Стоит сказать где-нибудь, что вот так вот делать не стоит, потому что у тебя будет так же, как у него, так же сядет голос, ты не станешь таким же популярным, как он. Да, но голос у тебя может сесть так же, и такие же проблемы могут начаться с голосом, то сразу меня начинают мешать с дерьмом то, что я там кого-то какашками посыпал. Хотя я сказал просто, вот тебе пример, учись на чужих ошибках, да, то есть я не говорил, что человек плохой, или музыка, там, говно, или что-то такое. То есть я говорю именно с точки зрения техники. То есть в данном случае, если ты сломаешь гитару, ты можешь купить новую. Порвешь струны, можешь поставить новые, да. И с голосовыми связками как-то это так не работает, короче. В общем, смотрите, первый фрагмент. Если вы не видели, как вот так вот Марко выглядел в самом начале своей музыкальной карьеры, грубо говоря, такой публичной, то вас ждет очень прикольный сюрприз. И да, это было похоже на какой-то, знаете, такой хард-рок, даже глэм-рок, благодаря вот этим вот начосам, тигринам вот этим вот штанам и всякой вот такой вот фигне. Но благодаря, не знаю, архивным записям у нас с вами есть возможность послушать, как звучит голос Марко прямо вот в упор в студии, да, когда он поет. Единственное, что это записано на нормальный микрофон, то есть не на шакальный какой-то, а на камерный, который вот так вот делает. Тем более тогда других просто, ну, вот этих вот мелких таких не было, были только такие нормальные микрофоны, которые, ну, реально надо было куда-то подключить. То есть, судя по тому, что это такая хорошая документальная запись, их довольно быстро заметили. Хотя, что тут удивляться, такого плана коллектив в стране, в которой в данный момент живет 5 миллионов человек, ну, ничего удивительного, что они заметны, и у них как бы есть какие-то знакомые, что можно было привлечь телевидение для съемки сюжета о записи альбома. И, собственно, здесь, вот если мы с вами вспоминаем мои любимые позиционные упражнения, вот эти со звуком А, О, Э, И, да, мы с вами сразу же в этом же фрагменте слышим, кроме того, что он как бы плотненько все это поет, как бы звук сам сомкнутый, нормальный, никакого сипа, ничего, как бы, да, мы с вами видим и слышим, как у него все гласные звуки меняются внутри, а не спереди. То есть изначально, когда человек, вот, грубо говоря, начал серьезно заниматься музыкой, он был к этому подготовлен. Ну, с точки зрения того, что, грубо говоря, он умел, в принципе, уже все, что нужно было, вот, и не было необходимости пытаться там обрывками как-то чему-то научиться, когда у тебя 200 концертов в год, контракт, и ты не имеешь права ничего отменить, даже если сорвал голос, и у тебя осталось еще 150 концертов спеть. Да, то есть у него вот этого страдания изначально музыкального не было. При этом здесь стоит обратить внимание на звук И в конце фразы, которую я только что включал, то, что звук не И, а он И, что опять же говорит о нормальном позиционировании звука. Дальше, следующий фрагмент этой же песни, из этого же видеофрагмента студийного, мы с вами слышим, что, да, высокую миксовую ноту, и это нота Си, при этом он это поет, можно сказать, грудным звуком, потому что, ну, микс можно называть грудным звуком, потому что там есть и грудной, и головной, в принципе, какая разница. Ну да, это не belting. Это грудной звук с расщеплением, а все потому, что в мужском диапазоне, когда ты выходишь за пределы обычного диапазона, да, то есть вот обычно у мужиков там типа фа, соль, а тоже потолок, да, позиционно, если человек нормально работает, он может уйти выше, и ничего удивительного, что на таких нотах просто в каких-то, в эмоциональных всплесках появляется расщепление. Абсолютно ничего удивительного, это абсолютно нормально, потому что позиция очень похожа. То есть даун, 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 да, и вот этот прям мелкий такой прям вот песочек расщепления, который, собственно, у него там и появляется, что опять же подтверждает мои слова, что он был готов, в принципе, все это делать. Да, понятное дело, что нужно заниматься, чтобы привыкнуть и укрепить голос, но сам факт. I don't care anymore! При этом важно обратить внимание на то, что изначально из-за того, что, видимо, классическая больше была школа пения, да, у него было прям очень много такого прям звука грудного, да, что впоследствии будет немножко меняться, и не то чтобы варьироваться, а подстраиваться непосредственно под его вокальные нужды и под его удобности. Вот, собственно, какая-то запись 87-го года с концерта, там вот этот вот очень сильно нагнутый грудной призвук, который типа, чтобы нормально все звучало, он прям, да, он, собственно, так это и делает. То есть очень много грудного призвука, при этом он довольно высоко местами поет. При этом со временем у него начала появляться очень прикольная штука, то есть мы с вами могли слышать в тех фрагментах такое натуральное прям вибрато, то есть он прям поет, у него прям звук, да, такой аккуратненький получается. Местами, когда у каждого человека, да, в принципе, это и есть, есть какие-то звуки, точнее комбинации согласный-гласный звук, то есть, допустим, у кого-то там на ноте соль, да, например, слог ги, очень криво получается. Ну, то есть просто такая особенность, знаете, неудобная точка одна. И чтобы это прикрыть, у него в некоторых местах, вот в таких вот звуках, которые странно в его голосе звучат, ну, типа, неестественно, да, хотя ненормально у него получается, он попадает в ноту, просто сам тембр какой-то неудачный, как будто, да, это у него, в принципе, на всю карьеру у него распространилось, это очень заметная штука, я буду напоминать периодически про нее. Вот, он с помощью вибрато, которая, ну, при нормальном резонировании нормально развивается, подталкивая голос, да, свой, именно, ну, не специально, да, он прикрывал, то есть он залезал вот в эту неудобную точку, где вот, ну, там, фраза в тексте, да, какая-то идет, да, и расслаблялся таким образом, чтобы там получалась вибрато, скрывая, грубо говоря, неудобность тембра, звучания вот именно вот этого маленького-маленького кусочка. Это прям фишка, которую я очень давно у него заметил, и на самом деле она очень прикольно работает, и, собственно, это и является тем, что даже если вы спутаете его голос, или вы не слышали, вы будете знать, что это он, просто благодаря вот этой вот маленькой фишечке. И я не говорю просто, что человек, который музыкой не занимается, не поет, поймет, что это именно вот там вот вибрато в каком-то неудобном звуке, просто нет, он их делает там, где обычно народ этого, ну, не делает, можно так сказать. Хотя, как бы, у каждого свое, опять же. Буквально пару фрагментов назад я сказал, что у него был раскрыт наверх весь голосовой диапазон, и, соответственно, не составляло труда петь высоко, что мы сразу, собственно, с вами услышим в следующем фрагменте. А сейчас маленький информационный рекламный блок. Помните, я рассказывал о том, что у меня здесь кабинет зазвукоизолирован, так, чтобы меня не слышали ни снаружи, ни ясно, не слышал то, что происходит снаружи. То есть, грубо говоря, дети, если ко мне заходят, то им надо открыть одну дверь и в предбаннике вот здесь вот-вот-вот-вот здоровенную дверь мне орать, тогда я начинаю слышать, что вообще происходит. Ну, либо совсем прям люто горланий. То же самое мы сделали и с барабанной комнатой, сейчас упаковали, сейчас будем улучшать акустику. Я снял огромное видео со стройкой этого всего дела. Оно выйдет у меня на влоговом канале. Но такие вот штуки возможны благодаря отечественной компании Acoustic Group, которая занимается производством всякого рода звукоизоляции и улучшения акустики, которые можно найти у них на сайте. То есть, там есть типовые решения для бетонных перекрытий, для построения перекрытий. То есть, вы можете построить стены, что мы, кстати, и сделали. У нас были стены между комнатами, да, то есть, у нас вот так вот две детских и маленький кабинет Ирин. И обычные стены были, но мы внутри кабинета построили еще две специально, чтобы заизолировать Ирин кабинет и, собственно, детей друг от друга. Таким образом, у нас получилась такая заизолированная комната между двумя комнатами, из которой звук не проникает. Да, конечно, если там люто громко музыку включить, будет что-то слышно, потому что дверь не такая жесткая. Там 40 дБ, по-моему, висит всего. Но сам факт. Поэтому, если вы вдруг хотите избавиться от лишних шумов от соседей или просто сделать жизнь спокойнее в этом плане, то есть, ну, как бы, когда живешь в квартире или когда есть шумные соседи, звукоизоляция, мне кажется, это, в принципе, мастхэв для своего личного комфорта. Ну, либо вы хотите построить себе небольшую музыкальную комнату, где хотите горланить, играть там на гитаре, так, чтобы соседи не слушали ваши распевки бесплатно. Вот, поэтому обязательно загляните в Акустик Групп. Я им очень благодарен, что у нас получилось замутить такой большой проект. Вот, я видос уже один выпустил, как мы строили один кабинет. Видос старый есть еще 18-го, по-моему, года, как вот этот вот кабинет делался, потому что здесь стены, вот, кроме камня, да, вот еще вот столько звукоизоляции и потолка сантиметров 40, по-моему, короче, жесть. Вот, у меня потолок еще и сверху мягкий, можно сказать. Вот, то же самое мы сделали в Ирином кабинете и то же самое сделали в барабанной комнате. В барабанной комнате там прям большой видос, потому что у меня уже был некоторый опыт съемки видосов спустя какое-то время, то есть я смог именно выделить нужные аспекты, как все это делать, ленты виброизоляционные, все эти каркасные вещи, подвесы, вот это. Ссылочку на Акустик Групп я вам оставлю в описании. Обязательно загляните, посмотрите, возможно, они решат ваши звуковые проблемы. Ну и продолжаем теперь дальше. Следующий же кусочек, это уже там, как говорили, что у Тарата были такие перерывы, они как-то то играют, то не играют, то концерты. Там скачок, я искал, искал, ничего не нашел, 91-94 год. Здесь мы слышим уже довольно сильно повзрослевший голос Марка, вот, он начал интересоваться там сайт-проекты всякие, и мы с какими-то группами играть, вот. Но что-то каких-то записей особо я не нашел, как-то вот, ну, типа лайвы, чтобы были какие-то, потому что лайвы всегда интереснее слышать, потому что слышно изменение, как бы, голоса, да. Вот на записях это не так хорошо отслеживается, хотя тоже местами полезно бывает. Ну вот, и здесь как раз то, о чем я вам говорил, когда он прячет такой звук, да, специально, да, под вибраторой. И тут становится понятно, что он начал экспериментировать с такой манерой, да, вот с такими вот звуками, да, вот это ну, типа, как рок-металл всякий, да, поет же, потому что ему хотелось, видимо, отойти немножко от такой классической школы, как раз вот этот, знаете, мягкий такой переход между тем, как мы привыкли его слышать и тем, как он пел сначала, когда прям, ух, грудного звука было много. То есть здесь как бы логика какая была. Он пытался нарушить позиции, но становилось понятно, что это звучит странно. Вот следующий фрагмент я вам включу, он прям реально звучит, ну, как бы слышно, что это марка, но что-то не так, короче, да. Что-то не так, как раз это вот этот вот закрытый такой в нос звук, который он пытается просто использовать. Ну, не знаю, может быть, где-то что-то с кем-то позанимался, ему сказали, он пробовал так делать. Но в результате потом он от этого, кстати, очень быстро откажется. Но тут стоит отдать должное, что такие эксперименты, ну, типа логичные, когда ты не насилуешь свой голос, а какие-то просто пробуешь призвуки, какую-то позицию немножко, что-то манеру менять, они помогают найти новые звуки. И, собственно, в следующем кусочке мы с вами можем услышать практически головной звук с легким расщеплением, который тоже странновато звучит, потому что, знаете, он как будто неокрепший, хотя марка, марка же, какой неокрепший, да? Такое тоже бывает, да? И, собственно, вот этот звук потом, да, ему практически стал бесполезен, потому что он по-другому начал петь. Это я просто обращаю внимание, потому что дальше эти моменты будут как раз раскрываться именно в звуке. Как раз за счет вот этого вот звука у него начал раскрываться диапазон еще дальше. И в следующем же фрагменте мы с вами слышим уже прям серьезные такие высокие нотки, когда он уходит прям ко второй октаве и дальше, да, то есть это прям, ну, оно так и работает, когда ты учишься работать с резонансом, который упирается не вот сюда вот вверх, а уходишь назад туда к ушам, как я говорил, и ставь его труба, вот эти все дела, головной резонатор, вот это все вот то, что там не в голове, в башке головной резонирует. Вы потрогайте голову, она резонирует только от грудного звука, потому что по костям вибрация передается. Вот если руку сюда себе на макушку положить, сделать бум-бум, да, у вас, типа, грудная нота окажется здесь. Типа, вам говорят, чтобы спеть высоко, надо петь сюда. Парадокс, да, грудная нота прямо на самой верхушке головы, а как выше тогда? За пределы головы выходить? Нет. Логика в том, что если мы реально просто анатомически подумаем, у нас носоглотка заканчивается вот между глазами, грубо говоря, да, вот этот вот такой крюк. Но там есть вот эта вот маленькая штучка, да, которая идет в среднее ухо. И, собственно, почему я говорю, что к ушам вот эти звуки все, если мы поделаем, они вот здесь вот как раз и резонируют. Да, грудной звук тоже туда пробивает, потому что он с собой вообще все заполняет, как газ, типа, да, любое помещение, любой формы. А головной, прямо вот здесь вот перед ухом, здесь есть такая полукругая кость, он там, собственно, и резонирует. И, соответственно, когда ты начинаешь это подмешивать с грудным звуком, да, получается как раз вот эти вот такого плана звуки. Слушайте следующий фрагмент. И вот тут, знаете, что отличает музыканта от пионера-музыканта? Это умение, грубо говоря, заботиться о своем звуке самостоятельно, а не сваливать все на звукорежиссера после концерта. Когда ты приносишь звукорежиссеру говняный звук, у тебя и будет говняный звук. Звука здесь не при чем. Что ты ему отдаешь, то он тебе и наруливает, использует, пытается выжить из того, что есть максимум. Не, конечно, можно испортить, но сам факт, что в большинстве случаев в говняном звуке у себя на концертах музыканты виноваты сами. Вот это я могу вам просто, даже чтобы, нет, не было вот этого ЧСВ эго, там вот это вот самолюбование, да, как многие мне любят писать, когда я привожу себя в пример какие-то вещи, в которых я уверен, что я прям понял и шарю, что я делаю там в звуке гитарном, там еще что-то, да? А вот простой пример. Значит, я был на концерте, мы играли с Payne в 2016 году, и потом через пару лет я там же был на концерте Лео Маркиоли. И как бы знаете, в чем логика? В группе Лео все четыре музыканта, во-первых, они занимаются там все Ютубом, видосики какие-то пилят, они знают, что такое звук. Да, то есть они каждый по отдельности умеют рулить, там что-то записывать, собирать какой-то звук определенный. Вот. В этом плане звук у Payne мне не нравился никогда, что на альбомах, что на концертах. Это просто обычная такая каша, летишь, вот эта прям куча дисторшн, и вообще ничего не понятно, что они играют. Я как-то пытался какую-то песню подобрать, и ты просто не понимаешь, что за тон вообще в гитаре идет, там просто такой шум. Как бы прислушиваешься по кругу, гоняешь, вроде становится маленько, все равно с первого раза просто невозможно вообще, каша тупо, просто тупо шум. То есть тона нету. Так вот логика в том, что они играли в одном и том же клубе. И я когда услышал, как звучал Payne, я ужаснулся. Это просто кошмар был. Во-первых, басу, который просто вот так вот середина торчала, как бы, да, и вот эти вот шуршащие гитары, вот, и забитые низами барабаны. Это просто, это реально, ну, ну, как бы сложно очень слушать. То есть ты толком понять, даже не можешь какую-нибудь песню играть, только за счет синтов, которые из бэков там, да, записанные, колбасят. Но потом, я точно так же был на концерте Marqueoli, и просто ты слушаешь, а у них звук как будто запись. Но они играют вживую, там видно, что он там где-то криво, что-то там где-то не попал, там что-то, где-то на гитаре что-то промахнулся. Но сам факт, что живой звук настолько крутой, что ты как будто запись слушаешь. Да, я не говорю, что Payne, пионеры. Мне кажется, что Петя просто уже по барабану. То есть вот, я сколько слушал, они там что-то Children of Bottom тоже альбом какой-то делали, но звук просто ужасный вообще. Мне никогда не нравилась его работа вот именно студийная, как бы вот как вот он сводит, все это, ну, какое-то все, как будто недоделанное, короче, такой самопалом попахивает. Вот. Но при этом взять там, допустим, Finn Vox какой-нибудь, да, который Nightish сводит, ну, это небо и земля, да, или там то, что альбом My You Dead Yet, который, да, послушайте просто звук там и сравните с тем, что они у Пети делали. Ну, как бы просто как будто две разных группы вообще. Вот. И логика в том, что я случайно наткнулся на запись концерта Tarrot, да, 96-й год это, они играют, и там просто, прям в самом начале видоса он что-то говорит, да, и брат его начинает играть на гитаре, и ты понимаешь, что сейчас будет просто крутейший звук. При этом это записано на камеру. Просто вот именно звук нормально наруленный, никакой каши сбалансированный, нормально подобранный и под сам тон музыки, и под гитару, чтобы звучало. Я просто когда услышал, думаю, нифига вообще нормально. То есть, такое впечатление обычно как раз за собой оставляют профессиональные музыканты, которые просто умеют хорошо себе сделать звук, чтобы звукорежиссер взял и как бы подал это в зал. где-то что-то там прибрал, какие-то частоты, да, откомпенсировал, чтобы это все ровно шло по громкости. Но логика в том, что та самая идея, которую мне Анси Кипа, например, поселил в голове, то, что если ты хочешь получить максимально крутой результат, то то, что ты записываешь, исполняешь тембр звука, как это сделано, что это сделано, изначально должен быть максимально близко приближено к результату. На это, на понимание и на научиться так делать у меня ушло больше 10 лет. Реально, потому что, ну, во-первых, как бы разобраться, надо научиться пользоваться оборудованием, да и как бы спросить тоже не у кого, только у него. Собственно, да, много у кого спрашиваешь, многие просто такие, типа и так сойдет. Просто здесь даже не в плане вокала, да, Марка, потому что мы здесь вот слышно, по предыдущему фрагменту было понятно, просто послушайте звук с камеры на концерте у ребят. Это просто жесть, реально. Субтитры сделал DimaTorzok это происходит не потому, что там что-то там, грубо говоря, они особенное делают, настраивают как-то комбик. Все в скупе, грубо говоря, то есть у нас есть настройка самого тембра инструмента, там, голос, как он поется, понятное дело, барабаны как настроены. Кстати, барабаны тоже должны быть нормально настроены, то есть я не говорю о том, что барабаны нужно настроить в тон песни, да, такие вещи обычно в джазе прослеживаются, когда тома подстраивают под тон песни, там, какой-нибудь караван, если играют, там вообще просто дичь происходит, ну вот, поэтому там вот это очень важный момент, потому что там это нотный инструмент, да, получается, но, допустим, в тяжелом металле мы можем с вами слышать высокий малый барабан, например, как у Lambo of God, да, можем слышать низкий малый барабан, как у какой-нибудь там Мишуги, например, или у Стратовариуса с Найтвиш, вот такой прям шлепок, и это все зависит от того, как ты настраиваешь барабан. При этом, самая важность настройки барабана в том, что ты настраиваешь два пластика, верхний и нижний в интервал друг от друга, и таким образом, чтобы они тебе давали приблизительно тот тон, который нужен, а ноту, которую он извлекает, да, можно убрать либо демпфером, либо за счет самого барабана, какой материал, из чего он сделал, потому что железные, например, могут гудеть, деревянные, вот у нас есть сырый малый от установки Reference Pearl, там деревяшка толщиной вот так вот с три пальца, ты его касаешься пальцем, он уже как будто ты в него палкой лупишь, то есть он очень чувствительный и очень громкий барабан, при этом вот этого вот тона у него практически нет, да, более тонкие барабаны, там вуп, делают такой звук, там а, бочка, все это можно настроить так, что ты слышишь либо какой-то очень высокий щелчок, да, при этом много низа, середина провалена, да, то же самое с самами, и здесь вот как раз, вот почему я про них говорю, как раз и относятся к фирмачам, когда музыканты, фирмачи я не имею за бугорной командой, я имею в виду в принципе фирмачей, которые просто делают фирменный, качественный звук, и наши группы, и зарубежные, неважно вообще, ну вот, логика в том, что они делают звук и сами настраивают инструмент, сами играют, как бы, да, понятное дело, что хорошо играют, не кашу устраивают какую-то, да, вот, но еще это преодолевает определенную обработку, компрессию, и просто убираются лишние конфликты в частотах, чтобы зрителю подавался оригинальный звук инструмента, а не какой-то фон, который поймался там от резонанса коробки комика, да, то есть такого плана, такое тоже бывает, ну и собственно, я думаю, вы читали историю или слышали эту историю про Марка, как Найтвиш к нему подошли первый раз, когда он, хотели себе позвать его басистом, он сказал, пионеры и дети отсюда, вы вообще школьники какие-то, а я рок, металл, звезда, тарат, там все дела, вот, а потом он через какое-то время, через год там или два, что ли, играл с Synergy, с Алексей Лайха и Рупа Латвалой в проекте, там, у них на разогреве, и они к нему подошли, ну и что, может быть так, это, собственно, в 2000-х годах, 2001-2002 год, он присоединился к Найтвиш, где, я думаю, что большинство людей как раз о нем и узнали, потому что благодаря Хлопанину, да, благодаря тому, какую музыку он, собственно, делает, и определенному, естественно, уровню маркетинга, потому что Найтвиш, опять же, это тоже бизнес, причем большой бизнес, вот, про Марка узнали вообще везде, и эту мысль поселить у себя в голове, потому что, ну, как бы, она сыграет не очень хорошую шутку с человеком. Собственно, следующий фрагмент, это то, как мы привыкли его слышать, при этом, в тот момент, насколько я вижу, у него там лежат напольные мониторы, он не пользовался слышным мониторингом, не знаю, даже сейчас он пользуется или нет, скорее всего, уже давно в наушниках гоняет, потому что я видел у него на поясе, это на концертах висит приемник, вот, потому что здесь следующий фрагмент, Dead to the World, да, композиция, и он прям мимо поет, прям, жесть. При этом, если же врубить следующий же фрагмент, да, вот, что могло поменяться, да, мы слышали с вами Марка из Tarrot, да, потом появился Nightfish, и у него пропадает вот это вот желание делать постоянно, вот это вот прям, прям, такой звук был, появляется вот этот такой роковый звук, который не переобогащен грудным призвуком, то есть вот этот Марка, мягкий такой сам по себе звук, то есть без вот этого вот пузыря снизу сильного такого, то есть сбалансированный, и все это, мне кажется, как раз влияние Хлопанина и Терра, который звукачек, да, которые записывали его, и фактически укладывали его тембр в музыку Nightfish, что как бы Марка потом в привычку и вошло, но при этом у него, естественно, была привычка алкогольная, курящая, как бы и это тоже сказывается со временем на его голосе. Следующий же фрагмент, это та же самая композиция, другой концерт год спустя где-то, да, и тоже слышно, что из-за напольных мониторов он плохо ориентируется во что поет, и как бы чуть-чуть мимо, как будто где-то пропевает. Теперь вспоминаем прям вот самый первый видос, вот этот звук его прям такой прям раскрытый из первой записи, вот этот вот тарат, и теперь слушаем эту версию после того, как его отформатировали, можно сказать, в Nightfish, да, и мы с вами здесь слушаем, ну как бы, как я уже собственно и сказал, меньше вот этого вот призвука, ну типа такого смахивающего на ор. То есть он перестал делать типа такой прям звук, да, и стал стремиться к более такому укладывающемуся тембру в звук, чтобы получалось как да, то есть чтобы он такой, типа знаете, скомпрессированный и направленный был, при этом очень часто у него начал проявляться там еще реттл вот этот вот, но это как бы, знаете, кому чего, мне не нравится, когда такой звук у меня вылезает, он да, да, он какой-то, ну, ну не нравится мне просто, да, у него это в принципе тоже местами как-то странно звучит, как будто он верещать начинает, да, но с точки зрения того, что он прибрал грудной вот этот звук и стал звучать, как мы собственно привыкли его слышать, то как нравится нам его звучание, да, это вот факт. Следующий же фрагмент очень интересен тем, что я говорил в начале видоса про позиционирование звука, потому что, кроме того, что там появляется расщепление и реттла даже немножко, здесь Planet Hell в 2004 года выступление, ну вот какой-то там концерт где-то в Румынии, вот, логика в том, что здесь мы можем с вами увидеть очень интересный момент, он жарит, там реально ноты в этой песне, по-моему, вверх ре что ли, да, вот я просто в начале видоса уже была и это же самая песня, да, там по-моему верхняя ре что ли, что-то такое, короче, ну вот, прям внутри прям фразы первого куплета там в первой же строчке, да, и здесь мы с вами можем увидеть то, что мне всегда как бы вот в голове это держалось, потому что он поет эти высокие ноты и как бы видно, что он держит контроль, это все дело, но при этом лицо у него не рвется на куски, как это часто бывает у людей, когда там просто вот так вот это все происходит, просто обратите внимание на то, как он аккуратно с этим работает, то есть звук огромный, мощный держится внутри, да, и ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Много, много, прям реально Много лет, это является чуть ли не Эталоном звучания Концертной записи, то есть Эта запись, мне кажется, очень хорошо Передает вот это вот ощущение, когда ты находишься В зале, и тебя прям низами И всем вот этим вот стеной звука сносит Просто, да, то есть за что, собственно, люди Любят там всякие металл-концерты, потому что прям Мощь нас со сцены такая летит Если как бы звук нормально нарулен Так вот, здесь, мне кажется, это концертная Запись, причем это не песня Nightwish даже Они в этом фрагменте исполняют симфонию В Distraction Megadeth, вот, и мне кажется Это просто, ну, можно сказать, один Из лучших лайв-звуков, что я вообще Когда-либо слышал, потому что плотняк Да, слышно, что перебор с компрессией Но мне кажется, как раз это именно это И создает вот этот эффект мощного Жирного лайв, я когда это услышал Я еще, как бы, совсем мелкий был Когда это услышал, да, но я такой думаю Оооо, полегче, вы че Сейчас, когда видос готовил, тоже врубил Ты просто слушаешь, оно так валит Летит, просто, ну, я не знаю, где угодно Загуглите, найдешь симфонию в Distraction и послушай Это прям реально жесть Слушайте кусочек К вопросу, кстати, об игре на гитаре Наверное, звуки гитар Да и вообще, в принципе, звук Вот это вот И я, кстати, вот видос, который я показывал Это, на самом деле, видос там с другим звуком У меня просто скачал запись, подложил их Они сразу с одной скоростью играют Ну, типа, чтобы визуально хотя бы что-то было Хотя одно и то же все равно Ну вот, просто хотелось показать эту тему Как раз в то время там вышел этот Вот End of Innocence, который видос, их документалка И там несколько фрагментов, которые у меня засели Еще тогда в голову Я когда услышал, как у Марка звучит бас Да, ну, как бы, кроме того, что я такой О, Warwick, значит, это крутой бас Ну, что я, как бы, вообще не понимал в этом ничего О, Warwick, надо по-любому, значит, Warwick Чтобы такой звук был На самом деле, как бы, это не совсем так Потому что там само усиление басовое Это просто жесть Если вы послушаете, как звучит там бас Я до сих пор, фактически, вот эту запись Сделанную на камеру там, да Считаю чуть ли не эталонным примером того Как бас должен в металле звучать Потому что это рычащий такой прям трактор Прям жесть Вот у меня есть этот мультимензурный ЛТД Бас мой, да, четырехструнный Вот он, когда ты его подключаешь Он, в принципе, звучит почти так Ну, такая гитара сама по себе Если ты его усиливаешь приблизительно так же Как это сделано у Марка Слышишь вот этот прям Такой звук Прям вот, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю Потому что вот этот прям такой, вроде не буб-буб-буб Какой-то, да, такой мощнявый, мощный, жирный такой бас Ну и, собственно, отсюда же растут ноги того Как я играю на гитаре Потому что я вырос на музыке Найтвиш Именно как гитарист, грубо говоря, да И очень много снял с рук То есть если послушать, как я играю некоторые партии Которые записаны там концертные, например, да Вот если меня ставить Я просто звучать начинаю практически идентично Ну, потому что просто так же учился играть Да, инструмент, другой звук, другой руки, другие Но как бы очень похоже по звучанию Потому что у меня даже визуально руки, похоже, двигаются С этим ничего не сделаешь Но как бы фанатье, она такое фанатье Вот, следующий фрагмент Это у нас с вами фантом в опере И здесь подтверждается моя теория о том Что благодаря определенным вот этим экспериментам С головным звуком С расщеплением, с позиционированием Марка таки добрался до второй октавы Раскачал себе до конца диапазон Я не помню, там что-то типа соль, что ли Второй октавы там или фа Короче, ну, очень высоко Это вполне себе нормально Но меня всегда немножко раздражало то, что он верещит здесь Именно прямо вот с ретлом, вот с этим вот звуком Таким Вот так вот это делает Но второй момент, что он просто, может быть, таким образом Хотел придать больше мощности звуку Типа расщепляется, он кажется как будто ниже Сам по себе звук, он не пищит, короче ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я немножко нагнал про Соль, потому что там си бемоль Верхняя нота, когда он Скрим форми Энджел вопит Прям сюда, вот, брат То есть эта нота прям, ну Высокая, реально высокая Тарья там, по-моему, на ре заканчивает Ну, как бы, жесть Ну, на самом деле Мы с вами доберёмся ещё до этого видоса Про фантома в опере Но сам факт, что как бы диапазон раскупорился Это в принципе, ну не то чтобы потолок Скорее всего, вот прям вот одна из самых высоких нот Потому что у меня из разряда, когда ветер в нужную сторону дует Получается С иногда спеть Зачем? Не знаю Я этой-то нотой найти из разряда, когда надо Пользуюсь, только редко, короче Ну чисто какие-то бэки пропеть, потому что как основную партию Такого просто, ну Хотя, может где-то у меня и было такое Да, по-моему, в этом, в точке Ориона Это у меня было спето где-то, там какие-то партии Такие жесть была В Улье точно у меня партия Дафа 2 ходит Бэк, вокал там, короче Ну там тоже высоко, вот Следующий же фрагмент это DVD группы Тарат 2008 год Undead Indeed, кстати, очень крутой DVD Там проза тоже вот этот прям Как раз бас можно послушать в следующем кусочке Отдельно, как это в концертной версии звучит Прям такой вот Да, и здесь, собственно, вот Знаете, как устаканившийся звук Марка Сбалансированный такой миксовый С этой вот его манерой, да И как раз он начинает там Вот это вот искажение звуков делать Куда он еще и вибрато заряжает Это как раз то, о чем я говорил немножко ранее И это, кстати, звучит как Марка Далее стоит обратить внимание просто по-любому на их проект Northern Kings Это четыре вокалиста, значит, тогдашний вокалист Террес Бетони Это отдельный черт вообще с точки зрения вокала Просто жесть Очень крутой чел Это просто разрыв Если не слышали, то стоит послушать Террес Бетони Песня называется Тайвас Лю Тульта Ну вот, прям на Ютубе можете набрать Там есть клип с Белкой Где такая Белка прям запиши в Террес Вот так вот что-то поет А есть, короче, лайф этой песни с Тузки Просто посмотрите и послушайте, как чел поет Это просто Животное, робот, короче Вокальный робот Вот Дальше там Тони Кака Юка Пека, по-моему Который из Харон Вот этот, который баритон Прям такой, прям бас-баритон Такой прям Он там поет Тейк-он-ми Прям такой, ух, прям Заряжает Вот И, соответственно, Марка и Тони Кака из Саната Арктики Вот Здесь фрагменты Они поют как раз Тейк-он-ми Там это проекты Они чисто кавера какие-то делали На всякие разные На Дайр Стрейдс они делали Бравер Зен Армс Композицию очень круто сделали тоже Вот И здесь как раз Тейк-он-ми Исполнение Там они все в перемешку поют Здесь как раз Можно услышать то, о чем я только что говорил То есть у него звук раскрылся И он поет как бы легко Вот этот звонкий, яркий, прозрачный И такой звук никуда не знает При этом Я обратил внимание Что Марка постоянно поет В один и тот же микрофон С момента появления Его в Найтиш Да, то есть Таро там что-то рандомно Какие-то вот Смотришь концерты Да, там какие-то разные микрофоны А здесь у него Один и тот же микрофон поет То есть ему, судя по всему Его подобрали И он, собственно, с ним работал Даже если смотреть концерты Таро То есть тот же самый микрофон работает Ну, либо такой же фирмы Той же самой модели Просто, ну А теперь вспоминаем опять Самую первую запись И слушаем ее Спустя 25 лет Они там еще угорают Типа Точнее, он угорает Над ребятами Типа Может, все-таки, наконец За 25 лет Эту песню нормально сыграем Или как обычно И там у клавишных Какой-то долбанный хиппи, короче Кстати, стоит отдать Должно еще клавишнику Второму Таро Который вживую тоже валит Ух, прям Жесткий мужик тоже Ну вот Здесь как раз Вот это вот Устаканившееся звучание Марка Да, потому что Найтвиж, я думаю Что с таким активом По концертам Выступлениям И туром Не давали ему расслабиться Голос надо держать Под контролем Он, конечно, курил И слышно Начала появляться у него Сиплась легкая такая В звуках в некоторых Вот Но при этом здесь Если мы вспомним первую запись Он прям полностью Грудным звуком пытается Ну, я имею в виду Миксовым чистым звуком Таким пропеть Но очень сильно грудным А здесь он первую фразу Даже подращепляет Немножко Потому что она немножко потоньше И она все-таки Лучше ложится Даже в это все Там у Найтвиж был перерыв Они расстались в старии Пришла Аннет И вот тут выступление Одиннадцатого года Уже с композицией Bye Bye Beautiful Да, где Марка поет Вот эту свою партию В одну ноту практически Да, которая вся вот Такая плотная, высокая Она, кстати, там спета Еще в два интервала Вот так, чтобы звучало круто Ну, типа В два Нормально Но третьего там не хватает И вот как раз благодаря Вот этому третьему интервалу Который там вот так вот гуляет Да, это вот звучит на записи Как она, собственно Ну, как бы привычно Вот В концертной версии Эти бэки тоже слышно Они там немножко тембром подложены Как бы, чтобы это не перебивать Но при этом Мне кажется, как раз Именно из-за курения Из-за алкашки Ну, пить, насколько я понял Он бросил уже Вот в этот момент Давно Вот А с курением Мы еще когда в 2009 году Виделись в Лужниках И с Найтвиш и Спейн Мы были там Вот Он курил прям Как бы Для такого голоса Курение, мне кажется Это прям Опасное Прям по кромке Короче, да И вот здесь уже слышно Что голос начал Немножко как будто Рассыхаться И слабеть Но при этом Из-за того, что Найтвиш Высокая активность Ну, просто нету Возможности расслабиться То есть он как бы Все-таки, видимо Занимается какое-то время Еще со своим голосом Ну, в смысле За сценой отдельно Кстати, ни разу не видел Никаких видосов Где он делает распевки Видел только видос Где он Орет В Master Passion Grid Когда какая-то со студией Он там просто Что-то такое Длинная фраза записывает Но как бы Это отдельная тема Абсолютно Кстати, миксовый Расщепленный звук Вот И стоит еще В пример его Я очень часто Приводил видос Где он На лампочку орет Да Это четко Прямо Чтобы было понятно Как сделать Миксовый Расщепленный звук Поющий Именно Эй Вот этот вот Эй Да, такой Чтобы он Ну, типа Рок метал Но вроде как С расщеплением Еще То есть Тяжелый метал Далее Интересное Для сравнения Как раз Выступление Точнее Запись их С репетицией Видимо С композицией Planet Hell Да, уже Сонет Как вот он Поет Вот это вступление Вот мы с вами Вспоминаем Как мы видели Его Как он Вообще Не парится Да, а тут Уже Начинает появляться Такое Поддавливание Слегка Короче Да, но при этом В принципе Все он делает Точно так же Как делал до этого Но все-таки Видимо Что-то ему мешает Короче, да Возможно Как раз Вот эта сиплость Которая начала Появляться Ну вот Он Доталкивает Короче Как будто Звук Немножко Ну и соответственно На совсем Высоких нотах Которые Как раз Там Ре Выстреливали Вот эти Вот верхние Он уже Прямо Подверещать Начинает Местами Это происходит Как раз Из-за Того Что Нагрузка Не удерживается В этом Месте Еще я обратил Внимание Что Как раз С того Времени У него Стало Все меньше Меньше Концертных Песен В которых Он реально Много Поет То что Если взять DVD Где Они Можно сказать Презентовали Флор Как просто А не Вокалистку Просто Прям Потому что Когда Storytime Вышел Просто Как Трейлер К DVD Я это Услышал Думаю Вот этого Ребятам И не хватало Типа Что так Можно было Потому что Ну реально Это просто Жесточайшая Рубилова Я такой Просто Вообще Не ожидал Короче Ну вот Если этот Концерт Посмотреть Он там Очень Мало Поет Какой-то Знаете Как будто Спад Пошел Вроде Партии Есть Но Они Не так Как он Хотел Когда Его Звали В Типа Тут Многие Могут Сказать Что Типа Возраст Все Дела Но У нас Есть С вами Отличный Пример Того Как Делать Не Стоит И Того Как Делать Стоит Это Ян Гилан И Роберт Плант Которого Я недавно Смотрел Концерт 23 Буквально Месяц Назад Какой-то Записан Он поет Стэр Вейт Ухэвен И как бы Ну он 39 Года Рождения Извините Меня Да И как бы Нормально Услышно Что он Дед Уже Прям Совсем Дед Реально Ну он Поет Нормально Поет Мы с вами Видели Серебрякова Михаила Дедушку Который На голосе Пел Тоже 97 Там Просто Такое Чисто Ну Сохранил Голос В сохранности Вот следующий фрагмент Вроде круто Вроде все тот же самый Марка Но За счет того Что это Во-первых Довольно высокие ноты Сами по себе Какой-то Знаете Как будто Призвук деда Начинает Здесь появляться Такой При этом Я уже в тот момент Вот за ним Наблюдая Смотря Концерты Интервью Какие-то С ним Начал Замечать В нем Какую-то Знаете Депрессию Как будто Человек Растворяется Во всем Что происходит Основной проблемой Мне кажется Здесь было Как раз Начало Вот этого Кризиса Да Взрослого Мужского Да Ему когда Заполтинник Бахнуло Я думаю Что у него Началась Вот эта Вот проблема С Знаете Как Заглючиванием Того Что Ну типа Вот Он Самореализовывался В группе Таррот Да Но Таррот Вырос до своего Определенного предела Потом появился Найтвиш Который Как бы Вот этот предел Суперкрутого Таррот Превросил просто В пылинку И улетел Куда-то в космос С точки зрения Успеха Там Концертов Сколько народу Они стадионами Собирают Вот Но проблема В том Что Это В Большей степени Да Заслуга Халопанина Который Кроме того Что музыку пишет Да Лирику пишет Да Которая Как бы Людям нравится Заходит И мне самому Тоже нравится Потому что Ну как бы Есть что почитать Да Интересные Как бы Обороты Какие-то Да Эти мысли Какие-то Поселяют в голове Не моя голова Коробка Да Ну типа Интересные Все-таки Какие-то мысли Поселяются Вот И Грубо говоря Хиитала Который Был Подстроен Под Найтвиш В целях Найтвиш Да Грубо говоря Потому что Мне кажется Халапани Изначально понимал Что имея Такой второй голос Немножко Его правив Под звучание Найтвиш Получится Именно Ну как бы Он чувствовал Что типа Надо вот Именно Для развития И собственно Марко Для него Фактически Стал Можно сказать Инструментом Продвижения Собственно Музыки Как и Тария И все остальные Потому что Аннет Мне кажется Была нужна Как вот Человек С помощью которого Они записали Два этих альбома Потому что Если бы они их записали С флорой Они бы так не звучали Да С флорой Эти песни Звучат Тоже прикольно Но они бы Не звучали Так как Сонет Потому что Они вот Сонет Звучат Так как Надо На концертах Конечно Сонет Это отдельная тема Но я думаю Многие слышали Но сам факт То же самое С Хейталой И мне кажется Он начал ощущать Себя уже Больше инструментом Там скорее всего Какие-то Финансовые еще Траблы Там споры Насчет денег Хотя Халапани Напомню Там были Вот эти темы Что они там Сэмпу ругались На тему денег Там короче Куча вот этой темы Что Халапанин Уже Пил дорогущее вино А они до сих пор На бич-пакетах В туры ездили Ну еще до того Как Хейтала пришел Короче Следующий фрагмент Да У меня такое ощущение Что он уже здесь Начинает Знаете Разряда Дорабатывает Просто как на работе Потому что он поет Эвердрим И как-то Вот он раньше Как-то заряжал Да А тут как-то Так И что-то куда-то прошел Вроде как-то тянется Что-то напрягается Какое-то лицевое напряжение есть А вот этой мощности В голосе Которая вот Эмоционально заряженная Как бы да Уже как-то Она на спад Как будто пошла При этом фрагменте С этого DVD С Вакена 2013 года Вы могли услышать Так Прям вот у него Вот этот Он типа Пытался видимо Прокричать И что-то короче Пошло не так Просто сиплый Какой-то вот этот Крик такой был Да Следующий фрагмент Я реально очень долго ждал Какого-нибудь лайва Со старыми песнями Потому что второе альбом Они сами говорили Что больше так делать не будем Потому что это Играть записывать Было просто кошмаром Потому что там реально Сложные партии Местами жесткие прям Вот И синхронизация головы Просто не хочет Короче это воспринимать Вот И следующий фрагмент Devil and the Deep Dark Ocean Композиция Да Она во-первых Там в оригинале Записано Папа Виллской На которой кстати Нам в Финляндии Мы когда в Кельсинке играли Он как звукач работал В клубе Мы играли в Баккаре Вот Он в Кельсинке Рулил нам звук Огромный добрый мужик Прям реально очень прикольный Который одно время Еще в Финтролле пел Как раз Тролль Хамарен Это вот Папа Виллска Который с Найтвиш Одно время тусил Fire on Sells to Orion Devil Dark Deep Ocean Вот это вот все Что там еще Тенсмен Даун Он записывал партии Ну не важно Вот этот Папа Гролл Который Вот Следующий же фрагмент Он как бы поет Его партию Она конечно там Ну совсем Ну типа Другая Вот Но Именно вот этот эмоциональный фон Про который я говорил Здесь очень хорошо заметен Тут мне кажется Как раз Самый пик Наступил ближе к 20-му году Потому что вот это вот, знаете, наблюдение Мне обидно, когда такие дяди, грубо говоря Не то чтобы угасают Они как будто теряют интерес к тому, что они делают Потому что ты слушаешь Сенчу Рича Ты просто Слушаешь Once Просто Даже тот же самый Imaginarium Слушаешь просто Да, а тут как-то прям Куда-то что-то все Начинает растворяться И, знаете, вот У меня впечатление сложилось У него же там как раз вот это вот ковид Все вот эти вот приколы В какой-то момент Он остался наедине с самим собой С семьей там, да Во-первых, они там параллельно тоже делают Всякие сольные проекты Он с Сиона начал там какие-то песни записывать Там Дилейн Еще кто-то там Много кто был Вот Сейчас вот недавно какой-то трек тоже новый вышел Я что-то послушал Ну вообще просто Ну как бы просто уныние Вот И как раз ближе к там вот в двадцатом году Когда ковид, все эти дела Они там начали делать трио Да, в Финляндии закрылись Никого не пускали, короче Да, там закрыто все Сидели Вот У них было трио типа Хиеталы Где его сын на барабанах играет Ну и, собственно, его брат на гитаре И они там типа всякие ковера на Black Sabbath На Iron Maiden, по-моему Ну, короче, все подряд играли Даже целые стримы проводили Ну вот Он, знаете, вот как Такой начал действовать Как старый рокер Который там любит Black Sabbath Да, то есть он Ну типа Чего бы не поиграть Black Sabbath ковера Да, то есть Хиетала Который взлетел с Найтвиш Да, начинает играть ковера Ну вот Это, конечно, прикольно С точки зрения там Воспитания молодежи своей Там все дела Но в тот момент У него вышел сольный альбом И я думаю, что здесь была Как раз вот эта критическая точка Когда он начал понимать Что вот этот вот успех Того, что он играет На огромные стадионы Фактически Это не его заслуга Отчасти его, конечно Но он как наемный рабочий Фактически, да Да, он там писал Какие-то там партии Там где-то лирику Где-то музыку Что-то делали А не с Халопанином Но большую часть А я думаю, 99% музыки Пишет все равно Халопанин Потому что Иначе, если он сделает Не так, как это Там Халопанин Всем мозги проест Мне кажется, такой Он как бы Чел, мне кажется, такой Судя по тому, что У него теперь клавиши Стоят в центре Цены наверху Это прям, ну реально Стоит большая Огромная перловая установка Ее вбок Куда-то в бочину задвигают Но это как-то Не по метальному, что ли Барабаны должны быть В центре Это вот Барабаны Две бочки рама Там Подвесные Там вот эти Там агон К том Ну как это можно В угол задвигать Ты как будто барабанщика Унижаешь таким образом Его и так никто не видит За ними смотрят Так он вообще в углу Где-то сбоку стоит То есть как бы Несимметрично Мы могли бы поставить Хлопанина вот так вот Да Этого трубача Троя Сбоку Да С противоположностью Барабаны по центру Ну там кто-то писал Что флор в микрофон Лезут барабаны Все дела Но для этого Давно уже придумали гейт Во-первых Который вырезает Промежуточный шум Во-вторых Давно уже придумали Посмотрите Концерты Например Тех же буллетов Вот эти вот Экраны ставят А у Найтвиш Есть финансы на то Чтобы сделать себе Хитрые какие-нибудь Красивые экраны Например Чтобы барабаны Были прозрачные Но при этом Изолировали Отражали звук железа Вот А еще бред в том Что когда флор Вот так вот поет Она закрывает головой железа Да То есть ей железо В микрофон не лезет И вот если она его Вот так вот убирает Да Она слышит То что микрофон Снимает за спиной Тут это просто На личном опыте Я помню Первый раз я вышел на сцену В ушном мониторинге Это как раз Концерт спейн был Да Мы настроили звук Все хорошо Ништяк Короче Я выхожу на сцену Игра считает Мы начинаем играть Все играем Все круто Я подхожу к куплету Петь И перестаю слышать Железо от слова Совсем А у меня там Отсчеты Которые она доигрывает Короче куски Просто вслепую То есть я слышу Путы 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 Бочку малая А железа нет Потому что я головой Просто тупо Барабаны за спиной Закрыл Которые у меня Реально там В метре от меня Были сзади До такой степени Соответственно Как бы вот эта дичь Про то что Это вот флор попросила Так растает Нет Это мне кажется Все таки Мания величия Халопанина Но опять же Как я сказал Да Хиитало Мне кажется Начал чувствовать Вот это вот Нереализованность Какую-то собственную То что Да он там в Найте Что-то делает Но все таки Общее Это вот Халопанин Это его заслуга Там со всеми Его приколами Вот Но Как бы Вот это вот ощущение Мне кажется Его Как бы не подтверждалось Ему Потому что Не было того Где это можно было проверить И тут как раз Бахнул Сольный проект Когда он записал альбом И что-то По сравнению С хайпом Который обычно Сопровождает Выходы альбомов Найтвиш Тут вообще Все промолчали Никто не заметил Там какие-то прям Ну реально Для такого уровня Музыкантов Прям смешные Просмотры на ютубе Очень дорогие Снятые клипы Понятное дело Что он ввалил туда Своих денег И мне кажется Он такой думал Ну я же Найтвиш Да Как бы сейчас Бахну сольный альбом Заработаю еще на этом денег Съезжу в тур Короче Ну типа Я же Хиитала Там да Ну не то чтобы прям С уровня Прям совсем нулевого Но даже не с уровня Тарат И соответственно В результате Получил то что получил Просто мне кажется Эмоциональный взрыв Того что он Отдельно от Найтвиш Ну фактически По сравнению С аудиторией Как бы не хочу обижать Фанатов которым нравится Его сольная творчество Да но просто здесь По статистике понятно Что по сравнению С количеством людей Которые слушают Найтвиш И количеством людей Которые послушали Его альбом Сольный Это прям Ну он просто не нужен Никому Вот и тут мне кажется Как раз бабахнуло Короче да И он типа Знаете на такую Спокойную пенсию Решил уйти Там заниматься детьми Там сольные проекты Какие то там Что то делать То есть небольшие Концертики играть И мне кажется Ему это по кайфу Потому что он Рос на вот этой вот Музыке а-ля Блэк Саба Да такой клубно Прикрытый То есть до того Как это все стало Стадионным Таким музлом резко Да то есть Такое мрачное Такое Небольшое Действо чтобы было Но в любом случае Мне кажется Что именно Вот этот вот Момент Когда он решил Что сейчас Типа бахну И все просто такие А все такие Типа Чего альбом вышел Да какой Там вроде Напалм Или там что там Ну Клиробласт выпустили Его ну что то прям как то Они даже в тур съездили Даже если на концерт посмотреть Народ туда пришел Слушать Хиэталу Который в Найтиш А он им там Варпикс поет Из Блэк Саба Там народ конечно какой то Тусит Но в основном Все просто такие Окей Как бы да То есть вот это вот обида Реально То есть это Я не пытаюсь как то да Опустить Я просто это наблюдение Моей со стороны Просто ну реально Человек Ринус А там просто Вот Это реально Очень обидная тема И вполне возможно Что дед Марка Уже как бы знаете На такой Не то чтобы покой уходит Он продолжает Заниматься музыкой Но вот этот момент Слома Когда он ушел в тень Где то Сколько его года Полтора по-моему Два не было слышно Я кстати даже в тот момент Еще до того Как он объявил об уходе И знаете Ты же писал Его брату Хотел типа С ним посиделки музыкальные Записать на канале Брат сказал Что типа Там пока Говорит Нет Ну типа И тут он просто Объявляет Что он и знаете Что ходит И такой просто Да вы гоните Типа ну как Ну как так могло совпать Ну короче жесть полная Ну вот Ну как бы мне естественно Он не сказал Что тут и знаете Что ходит Он просто сказал Что типа Ну там просто Ну типа Сейчас Сейчас короче Ему не время вообще Ну вот Но вот этот перерыв Этот ковидный перерыв И переосмысление Мне кажется Своего собственного состояния Да То есть он там еще И с женой развелся Насколько я помню То есть ну как бы Блин Это прям печаль Очень реально обидно Вот за человека То что у него так Жизнь короче посыпалась Короче в этом плане Вот Этот перерыв дал ему Время восстановиться Возможно даже позаниматься Потому что следующий фрагмент Вот именно В незапредельных зонах Диапазона Вот он поет И это прям моща А это запись 23-го года Pure of the Gods Группы Таррот Они опять начали играть концерты В промежутком Как бы Вот ты смотришь Undead Indeed Потом смотришь Вот этот вот концерт Видишь там клавишника Который просто Undead Indeed И клавишник Этот же мужик Просто но седой Просто наглохо уже Ну там Сколько получается 13 лет прошло Если не больше То есть они Лет 10 вообще активности Никакой не проявляли То есть Такие ребята По кайфу просто концерты играют И все Я много говорил О позиционировании звука О смыке О миксовом Звуке О расщеплении И допустим Если мы с вами вспомним Как Марка плотно Мощненько Так поет Фантома в опере На DVD 2005 года Ну это давно Да почти 20 лет назад И как бы Как он его пел Немножко дальше Я конечно всплакнул Когда он вышел К Тарье на сцену 18 лет спустя Петь эту песню Там просто Велезал просто Типа Че Как так-то Да Чисто реально Ну такой момент Знаете Душевный я бы сказал Но как он его поет Здесь уже Это как-то прям Вот он реально Просто как дед Здесь звучит Вот этой вот Плотности Которая была Вот этот Плотный смык Который даже Когда он Pure of the Gods Поет У Тарата То есть он там Немножко больше опоры Дает как бы Более плотный звук Мне кажется Опять же Определенные Отголоски Про Найтвиш Вот эти воспоминания Его теребонькают И ему просто Как-то Ну типа Да Крутой движ Старий Спеть 18 лет спустя Устроить хайп Напомнить про себя Все дела Но петь эту песню Не особо и хотелось При этом Если послушать Уже следующий фрагмент Концовку Которая просто Можно сказать Легендарная На концерте Того 2005 года Здесь он Он как-то Во-первых Как бы другие партии Совершенно поет И просто какие-то Просто такие Ну пытается Типа ближе к оригиналу Ее пропеть Ну мне кажется Все-таки не надо было Этого делать Ну в плане Стремиться к оригиналу А повторять именно то Что уже было сделано Как бы легендарную версию Но вполне возможно Что из-за того Что я сказал Что с голосом Начались определенные проблемы Может диапазон Немножко урезался Как бы да Может быть болеет Как бы да Может горло село Там курение тоже сыграло Свою роль Горло от курения Табачного дыма сохнет Связки страдают Кошмар вообще жесть Ну вот вы же фактически Их обжигаете постоянно Вдыхая горячий табачный дым С продуктами горения В перемешку То есть это прям жесть Вот И соответственно Вот этот фрагмент Уже конечно Печально звучит И в подтверждение Моих слов Что когда ему по кайфу Да Вот по кайфу Ему интересно Петь композицию Которую он поет И при этом Еще это как бы Это его Можно сказать Музыка его И его брата Это их семейное Как бы знаете Семейное Фамильное имение В виде группы Тарат Просто сам факт Того что ему Это больше по кайфу делать Чем даже петь Старий Спустя там 18 лет Такой вот момент Устраивать Да Это слышно В следующем фрагменте С выступлением Той же самой песни Wings of Darkness Которой мы начинали Сегодняшний видос С обзором Да Потому что здесь он И как-то чувствуется Энергия какая-то Да То есть он прям Реально на кайфе поет Есть какая-то печаль Конечно в глазах Вот это вот Типа уныние Такое Да Но все-таки Мужик жарит Жарит как следует При этом звук нормально Сомкнутый То есть нет вот этого Знаете Как будто он Типа ну спит И как бы вот Типа чтобы было Да Здесь он поет Ну типа с полной мощью Которую как бы И в принципе надо это делать Но при этом Опять же можно сравнить С оригинальной записью И это звучит очень похоже Ну слышно что Голос все-таки старше Но звукоизвлечение Очень похоже С изменениями Про которые я сегодня рассказал Вот такая вот получилась Большая экскурсия Собственно Сложный Довольно видос Потому что Ну Здесь очень сложно Делать обзор На людей Которые практически Не меняются За свою карьеру Потому что вот он появился Круто поющий И собственно Последние записи Он точно так же круто поет Да есть какие-то там Косяки Вот это все Какое-то вот Уныние какое-то Да нападающее на голос Но именно всю карьеру Просто мы слушаем одинаково Типа вот Опять же Хвалишь 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 Ну здесь Ну там косячок Да и ладно Фиг с ним Да хвалишь 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 Никто этого не заметит Сказал бы Что вот он просто днище Вообще с самого начала Петь не умеет И ничего не поменялось Ох Хайп на видосе На этом был просто кошмар Меня бы смешались Просто с какашками в комментариях И просмотров было бы миллион Сразу же Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Долбаните в колокольчик Постите эти видосы у себя В соцсетях Если хотите Чтобы я сделал обзор Ну и еще какого-то вокалиста Возможно вы хотите Чтобы я доделал Найтвиш Потому что у нас осталось Еще Аннет Флор Можно даже Обзор вокала Хлопания сделать С первого альбома Чего он сам не хочет вспоминать Мне кажется Он там в каком-то интервью рассказывал Вот А если хотите Доделать до конца Найтвиш Пишите об этом в комментариях Соберем достаточное количество Лайков под видосом И просмотров И я такой видосик запилю И давайте еще увидимся Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok